онежский полуостров невероятное по красоте и энергетике уникальное место в архангельской области где нам удалось побывать уже дважды своих прошлых фильмах я рассказывала наше путешествие в этих краях по летнему берегу белого моря в этом вы увидите наше приключение на онежском берегу в туре от национального парка онежское поморье мы посетили много новых интересных мест о которых очень хочется рассказать это и поморские деревеньки и старинные деревянные храмы и труднодоступный маяк и поморская избушка где мы ночевали и конечно же великолепные прибрежные пейзажи а еще уединенность и тишина которые особенно ценим мы жители большого города онежский берег белого моря простирается от устья реки онега до мыса ухнавлок часть онежского берега до мыса летний орлов называют также лямецким берегом наш путь начинался в архангельске оконечной точкой путешествия был чесменский маяк фильме вы увидите как проходило это путешествие приятного вам просмотра что мы отправляемся снова в онежское поморье на онежский полуостров только на этот раз с другой стороны с южной части его новые места вначале у нас снова буханочка а потом а потом посмотрим и 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 Все, мы прибыли в Пурниму. Дальше мы поедем, похоже, на этом замечательном автомобильчике, потому что дальше уже внедорожье, и мы поедем просто по берегу, по отливу. Пурнима – старинное поморское село. Упоминание о нем имеется с 14 века, когда эти места находились в ведении Словецкого монастыря. Тогда тут были соливарни, рыбные тони и пашни. Основными занятиями жителей являлись рыболовство, зверобойный промысел и сельское хозяйство. Позже, конечно, тут был колхоз. Село разделено глубоким оврагом на две части – Верховье и Низ. Между этими частями над оврагом подвесной мост. Он довольно крепкий, но раскачивается как надо. А рядом с ним еще можно заметить остатки совсем старого моста. Но главной достопримечательностью села являются две старинные церкви, одна из которых – самая древняя сохранившаяся церковь на побережьях Белого моря, и ей уже 4 века. Деревня расположена у реки Пурнима. Она интересна тем, что впадает в море и очень мелеет на отливе. Когда вода уходит, жители села переходят на другой ее берег пешком. Но мост здесь тоже имеется, конечно. В прилив же вода доходит до пояса груди, и мы видели, как при таком состоянии воды жители тоже переходили на другую сторону. Пурнима – живое село. Несмотря на некоторые ветхие дома, жизнь тут довольно активна. Некоторые домики реставрируются, в селе даже есть школа. Учеников тут, правда, очень мало, но тем не менее. Отсюда мы стартовали по побережью Дали, и в конце путешествия снова вернулись в Пурниму. Из нее нас забрали и довезли до Архангельска. Которые были временно и проположены, а зимой по льду, а когда нельзя были перейти по дереву, там далеко, через тот лес и туда в школу. А сколько сейчас в школе проходит? Всего 12 человек. Два учителя ведут все классы, все предметы. А классы какие? Вот, в этом году были 6, 7, 8, 9. Школа Пурнимская. Коридор и классы. Здесь живет интернат. 12 человек. Соседи лямцы. Вот здесь девочки живут, у вас сейчас одна девочка, а тут мальчик. А чего, они живут здесь? Как они здесь? Приезжают лямцы, здесь учатся и живут. Лямцы только начальная школа, которая через 25 километров будет. А, то есть у вас так устроено, что они, конечно, не поездишь, приходится жить. Могуты показать на дна, а это не веще. А с папой рисовал, ребята. Кто рисовал? Ну, моя сестра, учитель рисования, она уже на пенсии, да? Угу. Они картины постепенно, все, ладно, печка просто, комната, потом появились папа, мама. Потом стали появляться дети, и самый последний появился кот. Кот? Музейчик, библиотека. О, все, предметы быта. Да, и советские, и досоветские, да? Угу. Булочки, вот и хитры. Библиотека? Да, библиотека и маленький музей. Взяли эту бабушку старую прялку, мы можем остановить, мы можем остановить, но хоть в каком-то виде ее... Старая прялка. ...выставить, чтобы она уже поширкать, почистить, и чтобы она хотя бы стояла для красоты даже. Река Пурнима, отбелевшая из-за того, что сейчас отлив, когда прилив, она заполняется соленой водой. А там Белое море, видно уже. Река Пурнима, отбелевшая из-за того, что сейчас отливается в воду, и 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 в воду. Библиотека. Ужас, вот и в воду, и в воду, и в воду, и в воду, и в воду. Так, как мы работаем, то есть и иконы уже благодарные жители усут, современные. старых и только крестик остался если она была подзерна хранилищем советское время определенное это здание обычная история ну вот эти церкви известны по крайней мере с 1556 года так как переписка пунктов с советским монстрем звучало что припортними до существует два храма один из них николы чудотворцы до шатровый это 1556 год а почему стоит у нас дата-то 1618 1618 тут внутри реставрация и пройти можно таким вот образом я пробралась фотографии вот там 60-70 скажи еще что-нибудь спасибо и мы сейчас поедем дальше по побережью до поморской тани где мы будем ночевать да это наш транспорт газ садко на котором мы поедем дальше по отливу прям поэтому самое то и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Красота вообще А то как они хоть выглядят Хвостик у него отвалился Упс Какие они противные Ничего не противные Милашки 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 Да Только в нем куча песка Внутри Да Мне кажется Как будто он наполнил песком Он пустой Только в хвосте Куда вода Давай Иди Кучу мягче Пескожильчик Сразу пошел Ну Ну Помогать надо Просто Песок Видно Просвечивается Через него Песок бежит Видно просвечивается Песок Почему он закапывается в песок А с другой стороны У него он выходит Да И образуются Вот такие вот кучки Которых просто миллиард Здесь кругом Вот Но Он медленный Кордон Котова Поморская избушка Приехали наконец Так Это первая комната избушки Здесь печка Две кровати Две кровати Такой вот вид Тут у нас Есть Так У нас тут книжка Про Соловецкие острова Особедные острова Особедные острова Смотрим Что у нас тут еще? Такая поморская тоня Кто что оставил Ну Принято оставлять Что-то недоеденное Так Так И вторая комната Вот Тебе Как Как Ну Я Мы нашли какую-то цепь, может быть, это от монахов, которые тут жили, осталось, раньше жили, до этого был хутор, потом жили монахи, которые построили часовну. Субтитры создавал DimaTorzok На следующее утро, а если быть точнее, то среди ночи, белой северной ночи, когда уже при этом сияло солнце, мы выехали к Чесменскому маяку, что находится дальше по побережью. Почему так рано? Вообще все перемещения поездки зависят от приливов и отливов. И так как мы едем прямо по дну морскому, нам важно было выехать к маяку и успеть вернуться обратно к избушке в малую воду. И так получилось, что в нашем туре время, чтобы съездить к маяку, выпало на раннее утро. Но было очень, очень красиво. Идем к маяку. Чесменскому он находится не на побережье стоит, а в лесу. Вот мы и пришли к маяку. КОНЕЦ Ну что, мы в аварийном маяке идем обратно. Сейчас мы обратно в ЭСБУ поедем. Пирожки кушаем. Шесть утра. Мы уже позавтракали, сейчас будем завтракать второй раз, когда приедем. А, кстати, ощущение, что не шесть утра совершенно, потому что уже светло, с водой светит. Рассвет где-то в 2.40 сейчас. Вот. Сейчас шесть утра и как будто вот день белый уже. Смещены такие внутренние часы. Очень тепло. День опять будет жаркий. Классно. Тюлень плывет. Офигенно. Просто круто. Здесь очень-очень много земляники. И она очень сладкая. Тюлень плывет. Тюлень. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Однако первые поселения появились здесь намного раньше Сейчас в деревне проживает менее 70 человек Дороги как таковой нет, не доедешь Отпор не можно дойти либо пешком, либо на подготовленном транспорте по отливу Вот как мы, например В деревне есть магазин, почта и даже собственный маслозавод Продукция которого пользуется спросом в других населенных пунктах Интересным с точки зрения истории является тот факт, что жители деревни в июне 1855 года во время Крымской войны Дали отпор англо-французской эскадре, которая хотела высадиться здесь на берегу У них это не получилось высадиться И в память об этих событиях и подвиге крестьян Здесь воздвигнули крест В основании его сложены те самые ядра, которыми обстреливали деревню Мне же хочется отметить, что Лямца – самая красивая, на мой взгляд, деревня, которую мы увидели в этих краях Красота эта складывается из местности, в которой она находится Деревенька уютно расположилась на берегу Белого моря Спряталась среди высоких холмов Дома стоят на разном уровне, выше, ниже А через деревню течет река Лямца, впадающая в море Гуляя по деревне, ты видишь море вдалеке, уже красиво Картины деревенского быта, некоторые особо выделяющиеся дома, разбитые дороги Все это настраивает на определенный лад Но когда ты идешь к морю, поднимаешься на высокий берег И видишь деревню во всей красе и морские панорамы вокруг То от представившихся взору видов захватывает дух Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Он приливает, а здесь навстречу морю течет река И здесь встречается течение И, в общем-то, море не дает реке вытекать в него Уровень реки поднимается на приливе Здесь вот мы видим этот процесс Солнышко зашло за лес, уже близится закат и освещение поменялось Тоже очень красиво Дорожка здесь, конечно, просто песня А когда мокрая, то она вся еще и в виде жижи глины Солнышко зашло за лесу 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...